Конечно, это будет удар. Потерять, разрушить, все очень быстро. Вот с ног на голову перевернули нашу экономику. То есть убытки убытками, а денежки собираются. Время проходит, а люди страдают. Но ужасающая ситуация другая. Приветствую зрителей Политека Онлайн. Я Екатерина Шумила. Мой гость сегодня Юрий Атаманюк, экономист. Юрий, приветствуем вас. Добрый день. Мы подходим практически к 30-летию независимости Украины. Расскажите, с каким результатом мы подходим, особенно если сравнивать с другими постсоветскими странами? Сравнивая с другими постсоветскими странами бывшего Советского Союза, которые имели те же исходные данные, скажем так, в 1991 году. Глубокий вопрос. Спасибо. Ну, прежде всего, так, чтобы не начинать с каких-то негативных цифр, я скажу, что Украина страна колоссального потенциала, потому что вот тогда, в 89-м, 90-х годах, по разным оценкам ВВП на душу населения, развитой технологичности, полного цикла самолетостроения, ядерная энергетика и другие вопросы, мы входили в десятку самых развитых, экономически развитых стран мира. Нас сравнивали с Францией, сравнивали с Испанией, с различными странами. Что хорошее, что этот потенциал, он остался. Но плохое, что мы его не использовали, мы его разбазарили. Потому что, чтобы не нагружать зрителей большим количеством цифр, мы ухитрились, вот, будучи самой потенциально богатой страной бывшего Советского Союза, потому что, да, в России там абсолютные цифры были большие, но Россия же взяла на себя все долги бывшего Советского Союза. Украина вышла в 91-м году с государственным долгом ноль. И сегодня мы имеем государственный долг и гарантированный государством долги в сумме до 85 миллиардов долларов. А валовый внешний долг мы накопили 125 миллиардов долларов. То есть он практически приравнивается, валовый внешний долг, нашему ВВП 150 миллиардов долларов. Но ужасающая ситуация другая, как мы хозяйничали, это то, что мы единственная страна бывшего Советского Союза и одна из двух стран всего мира, где за 30 лет у нас сегодняшний ВВП меньше, чем был тогда. Но я вам скажу, насколько мы эффективно работали. Вот есть такая цифра, такое сравнение. Очень недавно я его получил, эти данные, переуточнил со специалистами, с серьезными людьми, которые, и с академиками, которые глубоко в теме сельского хозяйства. Вот меня ужаснула научность таких цифр. Смотрите, 1940 год, 1945 год. Это годы, которые прошла Великая Отечественная война непосредственно с территории Украины. Так вот, в 1940 году поголовье всегда говорят, что Украина житница Европы, кормила весь Советский Союз, огромный аграрный потенциал. Так вот, в 1940 году у нас было 10 миллионов 800 тысяч крупного рогатого скота. 10 миллионов 800. В 1945 году, когда отступала Красная Армия, Советская Армия, когда наступали фашисты, когда бомбили, когда было на этой территории партизанское движение, когда были высылки людей, всякие преступления на этой территории. И вот в 1945 году поголовье скота 8 миллионов 300 тысяч. Вот упало на 2 миллиона. С 1945 года до 1985 года при плохой социалистической системе, которая ругается, выросла поголовье скота с 8 миллионов до 28. И держалась до 1991 года. 28 миллионов голов скота. И вот за 30 лет мы сегодня имеем 3 миллиона 300 тысяч голов скота. То есть хозяйствование всех без исключения президентов, всех без исключения кабинетов министров на территории Украины за эти годы привело к тому результату в сельском хозяйстве хуже, чем было во время Второй мировой войны вместе с оккупацией. Так была же совсем другая экономическая ситуация. Насколько я знаю, сейчас очень неприбыльно. Так, подождите. Что значит неприбыльно? В других странах прибыльно у нас неприбыльно. В Дании, где дорогая заработная плата, прибыльно иметь 20 миллионов свиней или прибыльно иметь большое поголовье скота в Испании, которые обслуживают наши трудовые мигранты. Ведь что такое скот? Ведь смотрите, мы стали полностью деиндустриализировались. Мы собрали зерно, продали зерно. И с этого зерна кормят скот в другой стране, переработка в другой стране, готовая продукция в другой стране. Вы же представьте, насколько больше рабочих мест, налогов, доходов всего остается в стране, если произвели тут зерно. Повезли его не в порт, а на комбикормовый завод. Рабочие места, производство, инженера, рабочие места, высококвалифицированные, высокоплачные. Комбикормовый завод сделал комбикорм. Потом повез его куда? На ферму. Ферму нужно построить. Опять-таки, рабочие места. Накормили скот. Следующая ситуация, что мясокомбинат, следующий магазин. А у нас получается уже сегодня, что мы сделали зерно, а колбасу завезли, и масло непонятного качества завезли из Польши, завезли из Венгрии. Все доходы, рабочие места остались там. Эти рабочие места, низкоквалифицированные у них, заполняются нашими трудовыми грантами. Мы вот с ног на голову перевернули нашу экономику. Просто я привел цифры по Второй мировой войне, чтобы показать, насколько бездарная была финансо-экономическая политика и государственная политика за эти годы, которая привела к тому, что мы антилидеры в мире по падению ВВП. Это нонсенс. И еще вот так вот, что это показывает, эту картину ярко, когда вот летит Мрия, самый большой самолет в свое время был, который полностью от чертежа до последнего, до покраски, до отделки салона полностью был сделан в Украине. И вот эта Мрия, которую мы производили раньше, что привозит? Привозит маски, элементарную продукцию, которую раньше шили дети на уроках трудов. Порой там, когда были гражданская оборона, то шили ватномарливые повязки. Были такие моменты. Поэтому вот какой у нас сегодня от экспорта самолетов и производства самолетов, мы пришли к импорту элементарной продукции, которую патриотичное и профессиональное правительство должно было бы создавать тут. Поэтому полнейшая индустриализация, я скажу, что в 90-м году у нас доля машиностроения была 35%. Сегодня 5%. И вот почему нам не востребованы люди. Потому что если мы просто превратимся в аграрную страну, во-первых, все страны, которые ставят упор исключительно на аграрное производство, на сельхозпроизводство, это все только бедные страны. Это страны, которые истощают свои природные ресурсы, потому что если живут только за счет урожая, то тогда истощают почву. То в такой стране не нужно, чтобы жило, даже сколько там говорят, 37, 35, 30 миллионов населения, в такой стране достаточно 10 миллионов населения. Такая страна деградирует. В такой стране не обновляется инфраструктура, потому что она не востребована. Не работает нормально сфера услуг, не работают высокоинтеллектуальные специалисты, потому что они не видят для себя применения в этой стране. Ну, если не строятся мосты, то кто будет учиться на инженера мостов? Или там, если не строятся порты, терминалы и крупные заводы. Поэтому вот ситуация в этом плане проблемная. Очень и без нормальной экономической политики, без того, чтобы поменять кардинально курс, ничего не изменится. А, к сожалению, мы этого сейчас не наблюдаем, чтобы кто-то хотел поменять курс. Юрий, ну, кстати, вот последних лет 7 мы слышим о том, что от правительства, от разных членов правительства, что украинская экономика должна меняться, потому что она сырьевая, это неправильно, и она должна строиться на технологиях. Что мешает за 7 последних лет? Ну, смотрите, это хорошие декларации перед выборами или во время работы в ток-шоу на прямых эфирах. А для этого нужно, чтобы правительство что-то брало и делало. А у нас правительство подписывает невыгодные для нас договоренности с Евросоюзом, Всемирной Организацией Торговли, по которым наш бизнес просто умирает и не может развиваться. Теперь мы же говорили, вы же вопрос задали по примеру с другими странами. Ну, сложно нам сравниваться там с Узбекистаном, с Киргизстаном, потому что это сложно представить, где оно находится, и совсем другие культуры, и другие условия. Давайте сравним с той страной, которая сейчас очень актуальна, это Беларусь. Вот Беларусь при этом все много сейчас звучит критики, но я назову именно факты. Вот ВВП Беларуси за эти 30 лет увеличилось в 4 раза. То есть у нас упало, Беларусь увеличилось в 4 раза. Сегодня ВВП Беларуси это приблизительно подходит к 30 миллиардам долларов. Дальше. На душу населения очень важный показатель. У нас ВВП на душу населения 3700 долларов. У них 6700 долларов. То есть почти в 2 раза больше. У них отсутствует, практически отсутствует безработица. Они очень много тратят на социальные вопросы. У них намного лучше инфраструктура. Они сделали дороги. Да, дороги платные, но они их сделали. И сохранили практически работающим все госпредприятия. Я не хочу, чтобы это было воспринято, этот позитив, как какая-то поддержка действующего президента в связи с теми волнениями, которые там проходят. Пусть люди сами анализируют, что и как. Я считаю, что если возникли вот такие массовые протесты, когда в 9-ти миллионном населении 500 тысяч людей выходят на митинги, то говорить о том, что выборы, в которых прозвучало 80% проголосовали за действующего президента, по меньшей мере логика заставляет в этом усомниться. Потому что, ну как, 9 миллионов, а избирателей же меньше, минус дети, которые не могут избирать, да, то есть, поэтому, ну сколько там может быть избирателей? Ну 6 миллионов. Ну, сколько пришли голосовать? 60% от этого. И тут, когда 500 тысяч выходят на улицу, и это не все, это говорит о критической массе недовольных, категорически недовольных. Поэтому, действительно, выборы, опять-таки, мы не видим подтверждения, мы не видим протоколов, мы не видим каких-то вот фактов, кроме того, что вот большое количество людей, но доставляет усомниться. Мое мнение, что вот эта ситуация требует выхода, что касается Белоруссии. И требует она выхода именно в интересах белорусского народа. Потому что нам важно, чтобы Белоруссия не попала в какой-то омут вот такого постмайдановского шока, потому что это вот у нас должен быть в этом плане меркантильный, прагматичный интерес, как у соседа. Помимо того, что Белорусы нам братья, и мы не хотим там мощного гражданского конфликта, не дай бог, похожей ситуации, как у нас на Востоке, или других каких-то гуманитарных проблем. Поэтому нам выгодно, и мы им желаем, как братьям, я лично желаю, как братьям, христианам, славянам, неважно, каких религий, каких национальностей, но, чтобы у них было хорошо. Поэтому... Да, Юрий, здесь очень важно, мне кажется, чтобы вы прокомментировали, как на нас это может отразиться, потому что Беларусь входит в пятерку крупнейших торговых партнеров в России. На нас это отразиться может прямо, потому что у нас товарооборот в Беларуси 5 миллиардов. И многие понимают, что для многих наших компаний, нравится кому-то или нет, это через Беларусью транзит на рынок СНГ и получение сюда большого количества продукции, необходимой для наших производств, опять-таки, и как с Беларуси, так и с рынка СНГ. Опять-таки, мы получаем, раньше была доля нефтепродуктов 43%, сейчас она упала до 30%, но получаем с Беларуси. Да, у них более дешевая цена, почему нам выгодно брать их нефтепродукты, потому что у них специальные договоренности с Россией по поставке сырья, но нас это не должно волновать. Почему? Нас волнует то, что у нас это более дешевый нефтепродукт, из-за которого либо это выгоднее потребителю, либо больше прибыли у украинских компаний, которые поставляют. То уже должна власть внутри страны сконтролировать эту прибыль, она должна быть у посредника или должно быть выгоднее производителя. Это уже вторая ситуация. Но то, что это не административным путем заставили кого-то, берите именно в Беларуси, а не берите в Турции или в Греции нефтепродукты, или в Румынии. Это именно потому, что это выгодно. Поэтому, конечно, это будет удар. Поэтому, ну, прежде всего, если вот, как мое отношение к этому ситуацию, безболезненного выхода с этого гражданского, можно сказать, такого общественного конфликта, очень бы хотелось, чтобы этот общественный конфликт не разгорался. Но, что такое государство в сегодняшних условиях? Ну, раньше, там, во времена феодальные государства, это была власть правящего класса над неправящим классом, если так коротко. А сегодня это государство в цивилизованном обществе, это общественный договор. И вот, люди, как избиратели, считают, что общественный договор нарушен, и его надо пересмотреть, они недовольны. Поэтому, значит, надо пересматривать и надо договариваться. Тут должна быть воля и действующего президента. Может быть, все-таки уйти и найти возможность, как это уйти правильно, как это уйти, чтобы Белоруссия не потеряла те экономические достижения, которые есть. Потому что, опять-таки, нам это будет невыгодно, но прежде всего, они, как наши братья, не должны это растерять. Я внимательно смотрел, что происходит. Вот, например, с тачком перед заводом вышел директор, и эти активисты кричат, остановка завода, мы требуем остановку завода. Директор очень правильно, ну, вот есть, да, такая фотография в соцсетях, да, что забастовщикам Белаза, Маза, МТЗ, коллектив Львовского автобусного завода, их поддерживает. Но это показано, что у них работающие предприятия, а у нас во Львове вот так выглядит Львовский автомобильный завод. Лукашенко как раз и говорит о том, что если он уйдет, белорусы могут потерять все, что они сегодня имеют. Это смотря, кто придет. Понимаете? У нас есть лидер Тихановска. Смотрите, лидер, лидер государства, вот по Библии, что в Библии написано, что лидер государства должен опекаться своими подданными и должен правильно передать власть. Каждый это подразумевает по-своему. Один это подразумевает, что правильно передать власть это сын, значит, а другой понимает, что правильно передать власть таким образом, как передается власть в Великобритании, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, что вроде приходит и оппозиция, но там меняются республиканцы с демократиями, но система выстроена так президентом одним, что когда приходит следующий из оппозиционной партии, но он думает об Америке и думает о развитии граждан. Вот, к сожалению, султанат в центре Европы не пройдет, как бы это кто-то хотел или не хотел. Пружина уже сжата, и если эту пружину пережимать, она может выстрелить, только уже более болезненно и более ненормально. превращать Белоруссию, закрывать в Северную Корею тоже уже не получится. Поэтому тут должен быть общественный договор, но в интересах белорусов, а ни в коем случае не в интересах тех подстрекателей и тех третьих сил, которые с удовольствием, ведь мир очень прагматичен. И вот как я говорил, что послушайте, там Макрон, Меркель, там американцы приезжают и они думают как помочь украинцам, ну это только наивный может так думать. Я был в Вашингтоне, я общался и с сенаторами, и с конгрессменами, и с Куртом Волкером общался, когда он был представителем по Украине, и правильно вот в приватных беседах они говорят, если вы думаете, что президент Соединенных Штатов четко понимает или там люди, которые вокруг, четко понимают и думают все время о границах, о мыслях об Украине, но столько же сколько о Кении, о Буганде или о чем-то. То есть проблемы корпорации Форд намного более для него идентифицируются и понятны. Если коснется роль спасения одного американца, захваченного террористами, или спасения всей страны Украина, которая где-то там страдает от чего-то, то мы понимаем, что будет выбор в первый случай спасти американцев. Это нормальный подход патриота, профессионала, любого руководителя, облеченного властью в той или другой стране. Мы это должны понимать и это учитывать и должны думать о наших интересах. В данном случае белорусы я ни в коем случае не поддерживаю ни Тихановскую, ни Лукашенко, ни эти стачкомы, не те, кто занимает пассивную позицию. Прежде всего, пусть они разбираются сами. Просто умный человек, знаете, исправляет свои ошибки. Мудрый их не допускает и учится и делает на других ошибках. Потому что революция, никакая революция, не сделала ни одно государство в мире счастливым. Всегда это были потрясения. Поэтому я попрошу вывести на экран, что Тихановская думает по поводу своей экономической и других политики. Просто чтобы мы послушали. Появилась ли программа? Ну программа как люди ее понимают ее и не будет таковой. Потому что я не буду освещать перемены в разных сферах нашей жизни политической экономической. Прекрасный ответ. Понимаете, поэтому тут есть угрозы. Потому что смотрите если думают белорусы что не хочу обидеть что их сейлки и их трактора захватят европейский рынок то их сейлки и трактора могут захватить европейский рынок только в виде металлолома. То что там Европа говорит декларирует что мы вам собрали 50 миллионов долларов вы бастуйте вы останавливайте вы сейчас мы вам сделаем какую-то помощь раздадим вам деньги ну послушайте кто будет раздавать деньги собрали 50 миллионов долларов выделят 9 миллионов населения страны это по 5 долларов на человека ну мы о чем говорим это день Юрий зачем так поступает Евросоюз и правильно ли поступает Зеленский что он становится на сторону Евросоюза Евросоюз поступает абсолютно правильно Евросоюз хочет иметь еще одну страну донора трудовых мигрантов Евросоюз хочет чтобы эти 29 миллиардов долларов ВВП которые сегодня генерит русская экономика чтобы эти 29 миллиардов генерировались на территории Евросоюза чтобы налог ведь налоги от этого и все блага создавались на территории Евросоюза и чтобы готовые образованные трудоспособные населения Белоруссии на зарплате чуть меньше чем европейцы естественно на непрестижных работах на без социальной защиты без медицинской гарантии то есть намного более выгодных условиях для бизнеса и работодателей Европы работали в Евросоюзе и в других развитых странах которые будут потребителями этого самого дорогого в мире трудового ресурса после этого они хотят предложить им долги чтобы были долги не например России или других стран а чтобы были долги перед международными финансовыми организациями а после этого им расскажут что так как рассказывают нам что у вас самая выгодная производство белорусска экспортно ориентирует самая большая поставка валюты в Белоруссию значит это нужно дать в концессию в аренду какой-то немецкой французской американской компании вы откуда получали газ из России нет лучше купить скрапленный газ из Америки в 3,5 раза дороже и опять-таки нельзя их демонизировать ну это нормально но вы когда приходите на рынок мы с вами приходим на рынок мы торгуемся где сало дешевле покупаем у той которая дешевле а нам говорят ну вот надо вот тут купить потому что тут человек нуждается ну послушайте ну рынок мы берем там где вкуснее там где дешевле так и тут вы нанимаете на работу вы завтра захотите открыть свою студию там ролики снимать рекламные например вы будете нанимать людей и вот вы будете нанимать людей есть украинцы и тут началась гуманитарная катастрофа не дай бог в Белоруссии и к вам приехали люди из Белоруссии готовы работать ту же работу делать в два раза дешевле вам это выгодно выгодно украинца нужно официально как-то на работу брать а те так согласятся на нелегальном положении понимаете украинца нужно если не дай бог что-то случится надо участвовать в его лечении как-то ну что ну мы что-то а эти можно заболел ну едь пока лечись там на родину выздоровеешь приедет не выздоровеешь новый приедет вот и все и это так же само на уровне страны понимаете а на уровне страны ведь какая идет экономия не надо платить за детские сады не надо платить за школы не надо вот это ну чтобы человека довести до 25 лет это все за бюджет в данном случае у нас как происходит украины там за счет белорус получить то есть я к чему говорю чтобы белорусы тут и тут должна быть воля Лукашенко он должен быть готов поделиться властью уступить власть должен иметь возможность вот войти в историю не как какой-то диктатор не как ситуация ну что есть позитивные факторы которые сделали я бы сказал так если сравнить шесть президентов Украины и Лукашенко то объективно для своего народа на первом месте по качеству я бы поставил Лукашенко потому что шесть президентов Украины сделали ну например с сельским хозяйством хуже чем сделали немцы во время оккупации второй мировой войны понимаете поэтому это есть плюс я не знаю там говорят о том что пропадали оппозиционеры говорят о том каких-то еще ситуаций может быть пусть расследуют пусть делают это пусть разбираются и правильная еще такая теза что не хлебом единым жив человек знаете как в семье говорят ну девушки чего ты от него ходишь он же такой богатый такой красивый все а вот не люблю и ухожу да вот мне вот пусть этот простой пусть он там не не собственник банка пусть он там условно дальнобойщик но я его люблю поэтому так и в общественном договоре в государстве знаете выбор жить в диктатуре но хлеб с маслом или жить условно не в диктатуре но хлеб с маргарином но надо чтобы хлеб и маргарин понимаете условно поэтому надо найти выход с этой ситуации в интересах белорусов и чтобы белорусы не попали в крайности но мне кажется что именно пример Украины их останавливает остужают их горячие головы от каких-то кардинальных действий чтобы плавно развязать эту ситуацию чтобы все стороны в этом участвовали и вышли тут еще Юрий стоит упомянуть что в Украине многие годы Лукашенко был самым популярным политиком один из самых популярных если помните когда пришел к власти Зеленский многие украинцы вспоминали что у него есть такие похожие порывы как у Лукашенко куда-то поехать на кого-то наорать пригрозить выгнать пошел вон разбийник была это параллель или нет и вот кстати Зеленский правильно делает что все-таки становится на сторону Евросоюза а не вот личное какое-то мнение по отношению к Лукашенко я считаю что вот правильнее риторика была бы которая у нас с вами сейчас в студии надо вставать на сторону белорусского народа и призывать белорусский народ разрулить эту ситуацию но без каких-то без резких без резких движений потому что потерять разрушить все очень быстро ну вот уже если завод встанет он уже как правило показывает практика он уже второй раз не запустится если люди выедут только начнут выезжать их загнать уже очень сложно назад эти процессы очень часто необратимые у белоруссии вот при том при тех цифрах что я вот сказал у них там и пенсия выше и в бюджетной среде повыше но в среднем средний украинец несмотря на худшие статистические данные средний украинец живет лучше чем средний белорус если учитывать всю украинскую экономику у нас же ну многие же работают мы понимаем как многие работают в тени многие не то что статистика не видит статистика видит ниже зарплату статистическую чем она есть на самом деле статистика не видит всего оборота через банки и многих вопросов ну что у нас большая доля по разным оценкам можно приводить я могу обосновать почему у нас 60% теневой экономики но это экономика есть валовый внутренний продукт есть валовый национальный продукт мы все равно то есть поэтому у нас вот у них говорят там средняя зарплата там 9 тысяч у нас средняя зарплата 12 тысяч если учитывать все выплаты платежи но главное не потерять главное быть прагматичным главное понимать потому что вот я вижу молодцы рабочие что не ведутся на эти горячие головы и не останавливают заводы потому что понимают что он понимает что он завода должен прийти в семью и что если он эту сейлку не сделает и эту сейлку не продадут то он не получит зарплату а вот эти призывы давайте закроем любой ценой ну закрыли любой ценой а что дальше а дальше у меня нет программы а дальше я не знаю что делать ну понимаете ну так не работает тогда говори программу тогда говори например ну приди скажи вот нам дают для нас делает Европа план маршала как для Польши в Польшу влили 100 миллиардов долларов в свое время понимаете и плюс инвестиции каждый год вот у нас есть такие гранты не 50 миллионов долларов непонятно для чего такое 50 миллионов долларов убрать все дороги Беларуси от снега или что после зимы альтернативу дай вот Китаем я провела переговоры не сиди в Литве вот я с Китаем провела переговоры вот я с Эмиратами провела переговоры вот с Соединенными Штатами вот у нас Тесла передумала открывать завод в Германии и будет открывать завод у нас в Гомеле и вот 2000 рабочих мест Тесла вот мы тут Икею сюда заводим мебельный будет крупный комбинат вот это была бы программа понимаете ну может она такую программу организовать нет не может потому что не хватает ни опыта ни знаний ни понимания этих процессов ее обсядут сейчас вот эти все грантовские организации помогут сформировать правительство Верховный Совет в случае ситуации а дальше будет программа то что я сказал поэтому это хорошо для Беларуси нет это для Беларуси не хорошо и так оставлять нельзя то есть ну мы уже идем по кругу говорим то есть пусть разберутся и пусть сделают так как выгодно белорусскому роду но так как выгодно белорусскому роду а не так как разные советчики будут говорить что вам это будет выгодно что скажут мы вам откроем без виз а за это вы подпишите экономическую часть ассоциации с Европой по которой вы можете нам вывозить только свою картошку и хлеб а у них сельское хозяйство более рисковое чем у нас и зона более плохая да только сырье и лес можете резать и трудовые мигранты с помощью этих виз к нам приедут а вы не можете никаких заградительных барьеров давать для наших товаров и заодно за нашу поддержку вы быстренько наблюдательные советы на все ваши стратегические предприятия вы быстренько мы судебную вашу систему права то что происходило в Украине происходит сейчас просто чтобы они думали по этому да Юрий давайте вернемся к внутренней повестке потому что уже на следующий день после того как мы все вместе отметим День независимости Украины 25 числа собираются депутаты в неочередную сессию где будут обсуждать и рассматривать повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен уже с сентября этого года сейчас она составляет 4723 гривны почему так решили это политическое просто решение перед выборами во первых внеплановая сессия в внеплановой сессии три блока вопросов первый блок вопросов повышение минимальной зарплаты второй блок вопросов ратификация меморандума между Украиной и Европейским Союзом этот меморандум подписал министр финансов и глава НБУ и он требует ратификации парламента и третий вопрос это большой герб давайте коротко пройдемся по трем вопросам ну во первых вопрос минимальной зарплаты вопрос минимальной зарплаты это действительно предвыборный политический ход а-ля забота за малообеспеченными на самом деле ну такая забота более кардинальная увеличение в три раза в свое время не помогла в Ройсману с Порошенко потому что есть статистика а есть реально как люди будут чувствовать и можно сто раз рассказывать что вот мы подняли минимальную зарплату но вы же будете оценивать эту ситуацию через призму своей покупательной способности и своих возможностей как это повлияет на экономику ну во первых это административное повышение зарплаты которым противоречит вот законам развитой экономики законам либерализма потому что чего вдруг вы государство говорите мне как бизнесмену сколько я должен платить моему работнику если вы хотите в этот вопрос влезть в план зарплат то давайте поговорим о том что государство владеет тремя с половинами тысяч государственных предприятий на которых работает 12% трудоспособного населения страны и из этих трех с половиной тысяч предприятий три тысячи предприятий убыточные убыточные но там есть набсоветы с огромными зарплатами убыточные но эти предприятия являются предметами торгов политических то есть убытки убытками а денежки собираются поэтому там наводите порядок и в вашем госсекторе где вы хозяева поднимайте зарплату там тогда подняв зарплату там в госсекторе ну например извините вот я так буду вас брать за пример вы допустим в коммерческой фирме работаете медиа вот отвечаете за медиа связи да по вашему профилю и у вас там зарплата допустим x а вас приглашают на госпредприятие какое-то там в энергоатом и вам говорят 2x потому что энергоатом хорошо развивается показывает прибыль потому что нашли более дешевое сырье более дорогие поставки электроэнергии экспорт нашли вкладывают в производство строят новые энергоблоки последние энергоблоки были построены в 2002 году кажется были сданы хмельницкая ровенская атомная станция все после этого ничего не строится в этом плане а зарплаты наблюдательные советы есть вот вот тогда тогда я вынужден либо поднять вам зарплату и вот таким образом рыночным должны подниматься зарплаты а не за счет бизнеса ведь более того это же дополнительная нагрузка на бизнес это же сегодня люди после карантина после того что в отличие от Европы от Америки от других стран Украина ничего бизнес никак не поддержала во время карантина продолжает порой нелогичные действия по карантину например как можно объяснить действия то кафе запрещали работать после 10 вечера потом после 11 сейчас после 12 ну послушайте ну вот что изменяется если мы с вами ужинаем и вот 12 часов стукнуло проснулся коронавирус и прибежал понимаете но это количество клиентов это точка прибыльности это трудовой коллектив и так далее и так далее который сложно понять на логику вот такие действия правительства то есть бизнесу не помогли но бизнесу сейчас говорят мы хотим за твой счет чтобы ты поднял формально эту зарплату чтобы больше ты ЕСВ а работник подоходного налога уплатил в бюджет чтобы за счет этого каким-то образом уменьшить бюджетный дефицит это в обратную очередь загоняет в тень поэтому конечно это шаг неправильный теперь что касается много говорили мы за пакет договоренностей с Европейским Союзом ратификация это знаете там тоже наблюдательные советы отсутствие ограничения это за 1,2 миллиарда долларов это оптимизация образования а-ля сокращения это оптимизация медицины а-ля сокращения я считаю что это ну вот где-то граничит вообще с госизменой и с сдачей национальных интересов потому что во-первых все эти кредиты это кредиты проедания никто не думает об инвестициях никто не думает об кредитах которые бы вкладывались в инфраструктурные проекты которые бы генерировали прибыль рабочие места и все остальное никто не думает о привлечении внутренних инвесторов и внутренних кредиторов ведь вы смотрите у нас же пример мы взяли ОМВФ займ вот этот который 5 миллиардов из которых там первый транш поступил вот какие проценты 4 процента годовых а параллельно Минфин на внутреннем рынке облигации внутреннего займа продал под 3,5 процента годовых получается у нас есть резервы у нас у населения и у юрлиц Украины 100 миллиардов долларов США ну более чем достаточно чтобы их привлечь там 5 процентов от этой суммы привлечь в виде облигаций внутреннего государства государственного займа под более выгодный для Украины процент дать возможность заработать людям эти проценты а не иностранцам и не иметь никаких политических обязательств то есть что складывается картина складывается картина что идет вот такая программа именно деиндустриализации программа мобилизации максимально отсюда и выдавливания в сторону развития трудовых мигрантов и контроля за государственными активами за супер прибыльными предприятиями и очень плохо что у нас правительство вот такой микс не профессионалов и не патриотов которые ведутся и подыгрывают этой программе за то что им позволяют сидеть на каких-то схемках за то что их там хлопают по плечу за то что они думают о своих семьях думают где они будут семей учить лечить но не в Украине думают где они будут жить и вот знаете по принципу какому что если я там на какой-то инфраструктурной должности и я не патриот и не вижу будущее в этой стране значит мне нужно железную дорогу отдать в аренду немецкой железной дороги для того чтобы подружиться с теми высокопоставленными немцами потому что я планирую жить в Берлине или в Мюнхене но это же ничего общего с патриотизмом не имеет это знаете как эмиссары в колониях которые приходят зарабатывают все равно что тут остается эта политика ну она недолгая но она понимаете время проходит а люди страдают последний блок который был чтобы уже мы заканчивали это блок большой герб с повагой до украинской символики и до все что стосует такой украинской если я перейду на украинскую мову Питание великого герба не попало бы в топ-10 и даже в топ-50, ну, при сегодняшней криміногенности, при экономических, социальных, гуманитарных вопросах. Это первое, поэтому это удивительно, это такое, знаете, загравление, снова справа радикалами, каждый год про это говорят, никак не могут выяснить. До речи, нехай наши глядачи напишут в комментариях, что действительно это важное вопрос. Это первое. Другое вопрос. Я бы поставил, знаете, я сейчас скажу, мабуть, деякие такие скандальные трехи речи, но в приватных беседах и с интелігенцией, и с друзьями, и с разными версиями нашего общества, оно лунает. Я бы поставил питание и створил бы комиссию с науковцев, с диячиков мистецтв, с поэтов наших, с ведомых письменников, с ведомых композиторов. Я бы поставил комплексное питание, что касается всей символики Украины. Это гимн, это флаг, это герм. Перш за все, гимн. Знаете, вот я, коли з усією повагою до цього гимна, але гимн, який починається «Ще не вмерла в Украину», воно для мене таке відчуття реанімації. Ми всі з вами когось вже в цьому житті втрачали з наших родичів, да, і от коли хтось там хворіє довго перед тим, як іде вічне царство, вічне життя, то як дзвонишь лікарю, як там справи, ну, ще не вмерла, да, ще не вмерла, але вже без свідомості, але ще не вмерла. І от в мене таке відчуття. А знаєте, як кажуть в Біблії, як все, спочатку було слово, слово несе енергетику, слово, словом, як кажуть, можна вбити, а і слово можна, дитині скажеш, що ти там, і треба говорити, ти найкращий, ти талановитий, ти все можеш, ти все здолаєш, і дитина може стати відомим і спортсменом, і будь-яким іншим діячем. Тобто слово дуже багато значить. Тому, наприклад, ну, от в мене там, коли я там можу помедітувати, то мені там, наприклад, такі слова, як Боже славить Україну, а не ще не вмерла Україна. Або щось подібне, але життєстверджуюче, а щось таке мажорне, щось таке позитивне. І ще нам сміхнеться доля. А зараз, що нам не сміхнулося доля, що ми живемо в такій чудовій країні, що в нас такі красиві жінки, що в нас така природа, що в нас таке багатство в цій країні. То, що ми не можемо дати раду, то інше. То вже до господарювання. Але ще нам сміхнеться, тобто зараз погано. Не вистачає позитива. Да. І ще одне таке гімн повинен об'єднувати. Покажемо, що ми браття казацького роду. Скажіть мені, будь ласка, кримські татари казацького роду, громадяни України. Це ж казаки ж воювали з кримськими татарами в минулому. А скажіть, а угорці, які живуть на Захарпатті. І в нас сьогодні деякі є мовні і інші ментальні проблеми з тою же Угорщиною. Угорці – це що, казацького роду? Чи булгари, які живуть в Белградському районі? Чи румуни, які живуть в Чернівецькій області? Чи євреї, які живуть кругом по Україні? Тобто, це така, розуміється, що це такий, можна це сприймати метафорично, але все одно, якщо вже поглиблюватись, якщо вже більш ретельно до цього відноситись, то це треба аналізувати, щоб гімн об'єднував, що ми там, що якось так, що ми великий український народ, так як Ататюрк декларував, що ми інтернаціоналізм всередині країни, інтернаціоналізм всередині країни і націоналізм зовні, що всередині ми всі різні і в цьому наша сила, а зовні ми турецький народ. От таке повинен нести, на мій погляд, український гімн. І треба це, не можна це розтягнути в часі, так що у нас створили кожен рік, оця якась комісія, цим великий герб, все, ну, зробіть вже, як це, як Папу Римського вибирають, оце створіть, от там, от раду таких, там, у нас є, там, Рибчинський, там, Ніна Матвієнка, діячі релігії, шикарні в нас є, цим, композитори, поети, ну, багато людей, люди, які, там, академіки, гуманітарії, письменники, от, і створіть, і зробіть таку ситуацію, талановитий народ, дуже така співуча нація може створити таке щось життєстверджуюче. Крім того, треба пам'ятати, що цей гімн, це гімн Карпатської республіки, яка нічого такого, ну, щасливого не принесла своїм, ну, за свою історію. І українська ОНР, коли існувала, то вона це не прийняла як гімн, наскільки мені відомо. Може, я помиляюся, може, історики мене поправлять. Вони їх співали як патріотичну пісню, але не гімн, вони її не імплементували. І то, що перша стрічка, вона запозичена з польського гімну, з польського маршу Домбровського, наскільки я теж не помиляюсь. Але це я не зовсім в свою сферу окунувся, це я більше як, знаєте, як українець сприймаю ці речі. Що стосується флага, теж є дуже багато питань, що стосується, от, жовто-блакитний, що стосується прапору, так. Що стосується жовто-блакитний, чи все ж таки блакитно-жовтий, є геральдісти, езотеричні науки, окультні науки, різні погляди, символісти, які говорять про те, що, там, східна філософія говорить про те, що отакий розподіл полос на нашому прапорі, він неправильний з цих принципів, цих наук, які я назвав. Тому це питання треба комплексно, і лідер нації, який має таку довіру в суспільстві, якому довірила 73%, абсолютно спокійно може це питання поставити, створити цю комісію і вже вийти на якийсь результат з цього питання, тому що будь-які країни світу поважають свою символіку і серйозно до цього відносяться. Ну, якось так. Ну, що ж, на цій позитивній ноті вийшло у нас такий двомовний ефір. Дякую вам за те, що знайшли час і поспілкувалися з нами, обговорили найважливіші теми. Юрій Атаманюк був нашим гостем. Дякуємо, що дивились нас, та не забувайте підписатися на наш YouTube канал.